Всем привет! Это обновленная электроника для игры Strikeball и тому подобных игр. Так выглядит комплектность. Сама электроника находится в герметичном корпусе. В комплект входит провода для разминирования, два ключа и USB флешка. Сама электроника выполнена в герметичном корпусе, все находится внутри. Обновлена лицевая панель и добавлены различные программные и аппаратные улучшения. В данной прошивке есть три игры. Первая и вторая игра это захват и удержание контрольной точки. Третья игра это разминирование условной бомбы. Для первых двух игр используются кнопки. Кнопка для одной команды, кнопка для второй команды. Первой команде соответствует красный светодиод, второй команде зеленый светодиод. Для разминирования бомбы, помимо того, что можно ввести пароль цифровой на дисплее, можно использовать также еще провода, то есть вытащить какие-либо провода, в зависимости от того, как они запрограммированы будут в настройках. И дополнительно еще есть возможность разминировать бомбу с помощью USB-флешки. Соответственно, флешка вставляется вот в этот разъем и происходит декодирование пароля. И через определенное время, если успеваем, то пароль будет разблокирован. Соответственно, будет обезврежена бомба. Если не успеваем разблокировать бомбу, если время выходит, то звучит световая, звуковая сигнализация. И помимо всего прочего, здесь есть еще реле электромагнитное. Здесь на эти клеммы выведены контакты этого реле. Реле с сухим контактом, соответственно, там напряжения нет. Здесь просто происходит замыкание этих контактов. Сюда можно подключить какую-либо пиротехнику, либо еще что-то иное. Данное устройство является автономным, поэтому оно питается от аккумулятора. Вот здесь находится разъем USB-C. Сюда подключается зарядное устройство. И здесь индикация есть заряда. Соответственно, он красный показывает то, что он заряжается. Когда он зарядится, ОФ загорится зеленым. Теперь включим и посмотрим эти режимы все. Вот главный экран. И здесь возможность выбора трех игр. Флаг 1, флаг 2 или разминирование бомбы. И есть настройки. В первую очередь необходимо сделать настройки. Здесь две страницы. На первой странице настройки для флагов. Здесь можно настроить время, то есть часы, минуты, секунды. Например, вот сейчас 1 минута настроена. Можно назвать командой как-нибудь по-своему. Вот здесь есть клавиатурка. И есть таймер нажатия. Но об этом позднее. По настройкам бомбы мы вернемся потом. Сначала пройдемся по флагам. Первый флаг. У нас таймер выбран 1 минута. Здесь таймер прямого отсчета. И соответственно, одна команда, вторая команда. Пока здесь время не идет. Нажимаем кнопку. И соответственно, после звукового сигнала загорается индикатор. И идет отсчет времени. Здесь то же самое. Вот таким образом сделано. Я заклеил пищалку. Громко пищит. Чтобы сильно не мешало. Когда время выйдет, здесь будет показан результат. У кого больше времени, соответственно, тот и победил. Если ничья. Если время равно будет ничья. Так, ну и сейчас у нас победить должна вот эта команда. После этого вот раздался звуковой сигнал. Можно отключить его. Удержание вот этих двух кнопок нажатием одновременно. Соответственно, показывает, что эта команда 28 секунд. Здесь 15. Соответственно, индикатор говорит, здесь они победили. Написано, что красная. Вот. И по окончанию также еще срабатывает вот это вот реле. Контакты реле включаются. Здесь контакты, они переключаются на другое состояние. Здесь посерединке, вот если посмотреть. Вот здесь ком. Это общий контакт. Здесь нормально открытый. Здесь нормально закрытый. Соответственно, в одном из состояния, значит, здесь между ними будет замкнутым. В другом будет разомкнутым. При включении реле, соответственно, эти состояния меняются. Сейчас перейдем опять, значит, в первый флаг. Теперь еще раз попробуем. Только настроим таймер нажатия. Пускай там удержание этот 3 секунды. Флаг 1 опять. То есть теперь кратковременным нажатием не включится таймер для каждой команды. То есть необходимо нажать и держать. Вот. Теперь включился таймер для этой команды. И включился таймер для этой. То есть соответствующий просто так мы нажмем, но не сможем. Так, думаю, теперь с этим понятно. То есть есть кратковременное нажатие, а есть, соответственно, вот этот таймер нажатия 3 секунды. Выберем опять одну. Теперь второй флаг посмотрим. Так, во втором флаге здесь нет обратного отсчета. Здесь просто нажимаем и, соответственно, запускается на каждом свой таймер. Можно остановить время нажатием две кнопки одновременно. Можно дальше запустить при желании. Ну и опять делаем таймер нажатия, например, 3 секунды. Нажимаем, удерживаем. Пошел отсчет. Ну, то же самое. А теперь перейдем к настройкам бомбы. Так, следующая страница настроек. Здесь в первой строке таймер бомбы. Соответственно, часы, минуты, секунды. Ну, стоит одна минута. Пароль. Любой можно ввести четырехзначный. Вот четыре символа, соответственно. Ну, тут 3, 5, 8, 7. Можно ввести провода. Так. Да, один нюанс. Значит, при работе с таймерами, то есть это флаг 1, флаг 2, эти провода сюда втыкать нельзя. Никаким образом. Вот, работаем так. А с бомбой, естественно, это необходимо включить. Так. Итак, как уже говорил, значит, бомбу можно отключить тремя способами. Первое, значит, соответственно, вводом пароля. Второе, попытаться разблокировать с помощью проводов. И третье, с помощью USB флешки. Сейчас все это разберем. Итак, провода. Здесь есть подсказочка, если нажать на эту надпись. Если стоит 0, то он будет неактивен. 1 отключает таймер, 2 ускоряет, 3 активирует бомбу. Соответственно, у нас красный отключает, зеленый ускоряет таймер, синий он у нас активирует, если я этот провод вытащу. И есть еще USB таймер. Вот, в данном случае 5 секунд. 5 секунд дается на разблокирование с помощью вот этой флешки. Вот, чтобы она вот этот пароль нам разблокировала. Так, все мы настроили. Сейчас выходим. Сейчас по очереди попробуем. Так, есть 5 попыток ввода пароля. Соответственно, ну, допустим, что-нибудь нажали. Вот, нажимаем на плюсики. Соответственно, здесь вводится значение не по кругу. От 0 до 9. Первый раз мы ввели. Неправильная ошибка пишет. Второй раз попытались. Вот. Время ускорилось в 2 раза. Если мы в 3 раз нажали, тоже не получилось. На 4 раз время ускоряется еще быстрее. В 4 раза быстрее. Если в 5 раз нажмем, Если в 5 раз нажмем, он тоже у нас сработает. Все, значит, игра закончится. Вот. По окончанию, соответственно, звуковой сигнал, световой сигнал и срабатывает также вот это вот реле. Звук можно отключить нажатием вот этих двух кнопок одновременно. Так, сейчас еще раз. Какой там был пароль? 3587. Итак. Сейчас мы попытаемся ввести пароль. 35885. Нет? Неправильно. 86. Неправильно. 87. Разблокировали. Все. Время остановилось. Загорелся зеленый индикатор. Все. Бомба отключена. Теперь будем пробовать, значит, проверять, как работают провода. Пароль остался прежний. Итак, этот провод у нас был настроен на разблокировку. Этот на ускорение таймер. Он в 2 раза быстрее начинает тикать. Этот взрывает. Попробуем, значит, этот у нас что? Время ускорилось. Этот у нас отключил. Так, пробуем дальше. Проверяем. Так, пробуем опять с проводами. Вот этот у нас должен активировать бомбу. Соответственно, проверяем. Так и есть. Все, активировал. Теперь проверим, как работает USB-флешка. Так, таймер сколько там был, по-моему, 5 секунд задан. Итак, время у нас идет. Можно даже немножечко его ускорить. Обставляем нашу флешку. Есть некоторое время на синхронизацию. Вот. И вот теперь пошел отсчет времени декодирования этого цифрового пароля. Все. Вот он у нас разблокировался. Вот он показывает. 3587. Все отключено. Индикатор зеленый. Горит. Не пищит. Вот так работает флешка. То есть можно настроить любое время для этой флешки. Можно. Пускай он 10 секунд разблокирует. Так, отсчет у нас пошел. Все работает комбинированно. Можно с помощью проводов попытаться разблокировать. С помощью цифрового пароля ввести. Либо с помощью флешки. Вот. Если она начинает работать, если мы ее вытащим, снова воткнем. То есть время начнется заново для декодирования. То есть можно попробовать разблокировать любым способом. Я продемонстрировал все основные возможности данной прошивки. При желании можно будет что-то изменить, если есть такая необходимость. Изменить, добавить, доработать прошивку. Вот. В принципе можно сделать несколько таких флешек. Не одну. Вот. Ну у кого какие-то есть вопросы, пожелания, пишите на почту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...